Летний амфитеатр парка культуры и отдыха Бреста. Здесь собрались команды, принимавшие участие в 9-м республиканском конкурсе профессионального мастерства сотрудников кадровых подразделений Министерства внутренних дел. Здесь собрались лучшие из лучших со всей республики. Все представители были очень сильны. У нас была очень упорная борьба. Многое мы почерпнули друг от друга. Где-то посмотрели на что-то лучшее, обратить внимание при подготовке в следующем году. Где-то, наоборот, убедились в том, что наш методический подход к этому тоже имеет место быть и очень хорош. А в целом это сопровождалось хорошей дружеской атмосферой, чувством товарищества. И, конечно же, мы в очередной раз укрепили связи между областями. Уже не первый год участвую в подобных соревнованиях. Значит, наша команда очень сплоченная, показала очень достойный результат. Все парни проявили свое лучшее качество. Ну и в целом хотелось бы отметить, что это большая часть участвовать среди лучших команд и при этом показать какой-то достойный результат. Конкурс проводится с целью повышения профессионального уровня сотрудников кадровых подразделений МВД и определения лучших работников. Участие в торжественном закрытии приняли заместители министра внутренних дел Дмитрий Корзюк, председатель Брестского горсполкома Сергей Лободенский, начальники УВД и другие почетные гости. Сегодня настолько динамично развивается мир, что нужно успеть быть чуть-чуть раньше. И поэтому сотрудники кадровых подразделений, да и не только кадровых подразделений, в целом и милиции, стараются оперативно быстро реагировать на вновь появляющиеся вызовы или угрозы. И оперативно на них реагировать, в том числе и кадровые подразделения. Поэтому и на этих конкурсах мы изучаем все эти вопросы, проходим все те моменты и сложности, которые есть в жизни у каждого сотрудника. Конкурсные этапы включали испытания на знания законодательств, правил и процедуру работы в кадровых подразделениях МВД, демонстрацию навыков в области строевой, огневой, физической подготовки и профессионально-психологической компетентности. За звание лучших боролись команды областей и города Минска, а также департаментов охраны и исполнения наказания. При этом республиканские предваряли отборочные этапы, поэтому подняться за награды в этот день вдвойне приятно. Победители отбирали как в личном, так и в командном зачетах. Важно, выделить ничего нельзя. Здесь все этапы, они очень важны. Начиная со специальной подготовки, тактической подготовки, личной профессиональной безопасности, огневая, навыки владения боевым проемом борьбы. Это все те навыки и умения, которыми должен владеть каждый сотрудник кадрового подразделения и милиция в целом. И благодаря этому знаниям мы сможем на практике реализовать все возможности, как по задержанию преступников, так и другие выполнить задачи свои. Очень неожиданно. Я очень рад за нашу команду, которая действительно билась до каждого дня. За эти четыре дня мы выложили все свои силы, все свои эмоции. И как бы хочется немножко улыбнуться, но уже совсем нету сил. Хочется сказать большое спасибо Бресту. Погода не подвела. Было тепло, хорошо, приятно. Уютный город, красивый, чистый. Поэтому всем спасибо. Я очень рад за нашу команду, за УВД Витебского облсполкома. И что мы ее не подвели. Что же касается командного зачета, то третье место у сборной УВД Минского облсполкома. Второе у представителей Витебска. А победителями стала команда Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Как в любых соревнованиях, конечно же, эмоции переполняют душу, настроение великолепное. Я рад за своих сотрудников, которые проявили себя в полной своей профессиональной подготовке. Они к этому долго шли, долго готовились. Каждый сделал все, что смог. Для победителей, призеров, а также участников и гостей конкурса – творческий подарок от сотрудников подразделений и приглашенных артистов. Также для присутствующих спела Гюнеш. В завершении торжественного награждения состоялась акция «Споем гимн вместе». Уже завтра у специалистов кадровых служб МВД профессиональный праздник. 1 июля отмечается 102-я годовщина с датой создания.